Здравствуйте дорогие друзья! Многие спрашивают меня про грецкий орех, как он в этом году, как растет, будут ли орехи. Да, действительно, зима 2020-2021 года была достаточно холодная, морозная, скажем так, да, и какие-то ветки небольшое количество, ну, подмерзло немножко. Но, тем не менее, в общем и целом орех очень хорошо перезимовал, дал урожай, конечно, он несколько меньше, чем в прошлом году, вот, судя по количеству я смотрю. Но, тем не менее, я взвешиваю, я посмотрю, сколько, какой объем орехов будет в этом году. А так, вот сегодня, вот я снимаю видео, 13 сентября, и я уже наблюдаю, что вот он уже, лето было жаркое, теплое, многие орешки уже начинают открываться. Вот они уже практически раскрылись. И я думаю, что я их сейчас соберу, все остальные, и все орехи с дерева соберу, и чтобы дерево начало готовиться к зиме. Произведу подкормку, и потому что уже, я смотрю, листики уже начали желтеть, то есть уже дерево как бы начинает постепенно готовиться к зимнему периоду. Ну, сейчас я вам поближе все это делал, красоту это все покажу, пройдусь сейчас, мы вместе посмотрим. Вот такой вот орешек красивый, весь уже сухой. И давайте посмотрим на остальные орехи, которые здесь растут. Вот здесь вот, сейчас я его вижу, не вижу, вот видно, да, что они уже открываются. А вот те веточки, о которых я говорил, вот она, видно, подмерзла. И там вот есть такие же, вот выше, вот здесь вот, вот она, не знаю, сколько видно, вот орешки. Ну, мы видим там, вдалеке. А также я вижу, которые уже почернели, то ли заболевания, то ли просто почернели. Сейчас дойду, покажу. Здесь вот, которые в доступности, вот видно, да, то есть, в принципе, созревают в середине, если лето хорошее, то в середине сентября уже, в принципе, можно орехи собирать. Вот он, открывается все. А тот, который я говорил, темный, видимо, не знаю, насчет чего он темный. Там орешек внутри. Посмотрим, просто может быть он уже созрел, не открылся. Вот это орешек. Просто, видимо, не раскрылся. Вот такая вот сейчас картинка. Вот он еще. У нас можно уже все собирать. Уже листики желтеют. Ну, вот так у меня сформировано это дерево, видно. В этом году не успел я его подрезать, сформировать. Ну, вот, возможно, в этом году получится. Вот даже не знаю, какие тут, что с этим можно сделать. Здесь вы знаете, знающие люди, подскажите в комментариях, как здесь поступить в такой ситуации. Ну, я здесь пройдусь немножечко. Ну, в принципе, вот, есть орешки уже открытые. Смотрите. Он уже открылся и упал. Давайте смотреть, где он лежит, пока его кто-нибудь не съел. Ага, вот он лежит. Опа, вот он, этот орешек уже лежит. Хорошо, что я обратил внимание. Сейчас надо собирать уже. О, внизу орешки. Давайте я пройду к другому дереву. И мы глянем. Здесь вот тоже все уже открываются. Посмотрим на то дерево. Ну, это другое дерево. Здесь тоже я вижу орешки. Ну, и здесь на порядок меньше, чем на том. Я смотрю, оно уже такое. Достаточно больше желтых листьев на этом дереве, чем на условно это номер один. Я их обозначил. А то номер два. По названию потом вставлю в видео там эти ГС, которые... Не знаю, здесь, может быть, уже есть уже открытые. Такие вот, вот, прям в руку. Здесь, конечно, надо подрезать. Здесь орешник растет. И он прям, я смотрю, лег на этот орех. Садили не очень удачно. Слишком комматно и много. Но, тем не менее, вот, орешки тоже есть. Хундук. Здесь это, скорее всего, меньше будет. Но, в любом случае, в следующем видео, вот, они тоже, он тоже созревает. Вот, видно. А, вот вообще открылся один. Практически уже все вывалился. Это уже готов. Сейчас все соберу и потом вам в следующем видео уже, наверное, покажу. Вот это что-то темное мне смущает. Что-то такое. Почему он темный такой? Почему он такой темный? Не открытый. Что здесь у нас? Ну, просто темный орех. Какие распачкать-то? Просто он почему-то не раскрылся. Так-то вроде нормально. Ну, ладно. Тогда продолжение в следующем видео. Ну, а на этом все. Если вам понравилось видео, нажимайте «Мне нравится». Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. До встречи на новых видео. Пока.